В фестивале армейской песни Ксения Соколова участвует уже более пяти лет. Сначала выступала в образцово-показательном ансамбле, теперь служит и активно проявляет творческие таланты в отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского внутренних войск МВД России. В самые первые годы, когда я приезжала на этот фестиваль, замечательный «За веру за отчизну, за любовь», я занимала и второе место, и третьего дипломанта брала место. А с нашим ансамблем в том году мы взяли приз главка. Волнение, конечно, всегда есть перед сценой, и оно должно быть небольшое, потому что у всех творческих людей так и происходит. В этом году участие в конкурсе для Ксении волнительно вдвойне. Она готовится стать матерью, но, будучи в положении, продолжает петь и танцевать наравне с коллегами. Творческое мастерство и других конкурсантов можно смело назвать профессиональным, «Они уверенно держатся на сцене и обладают восхитительными голосами». В конкурсной программе солисты ансамбля «Песни и пляски» выступили 18 человек. Многие из них заявились и в другой номинации, исполняя песни профессиональных авторов. «Практически у всех конкурсантов есть возможность из одной номинации бежать в другую. Вот эти люди самые смелые и самые профессиональные, поэтому и отношение к ним будет совершенно другим и иным. С этой стороны немного проще будет жюри, потому что мы не будем подразделять, кто откуда пришел и с какой части. Мы все прекрасно понимаем, что эти люди занимаются искусством». 11 апреля на сцене «Зимнего» жюри просмотрят выступления конкурсантов номинации «Духовой оркестр» и состоится закрытие и гала-концерт лауреатов. А в воскресенье в 16 часов на площади Южного Мола пройдет традиционное выступление лауреатов и дипломатов предыдущих фестивалей армейской песни «Вход свободный». Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.